Это маленький и красивый головоногий, который на самом деле опасен и ядовит. Противоядие от его яда до сих пор не найдено, поэтому он не так безобиден, каким кажется на первый взгляд. Какие интересные особенности отличают его от других осьминогов? Всем привет! Рада вас приветствовать на канале. Присаживайтесь поудобней и я расскажу вам о синекольчатом осьминоге. Он наиболее распространен в тропических и субтропических водах Индотихоокеанской области. От Шри-Ланки и Филиппин до Южной Австралии и Юга Японии. Живет преимущественно на мелководьях со смешанным рельефом. Большую часть времени это яркое существо проводит, затаившись в укрытие. Как и многие осьминоги, обитает в норах. Вход в нору довольно легко опознать, так как он часто окружен остатками добычи. Как и другие осьминоги, синекольчатая особь – это моллюск. Он имеет 8 лап и 3 сердца. Он обладает способностью восстанавливать свою потерянную конечность. Своё название синекольчатый осьминог получил за рисунок в форме колец на теле. Этих колец около 60. И если осьминога потревожить, они становятся ярче. И на желтой коже проступают темно-коричневые пятна, тем самым обозначая агрессию и предлагая потревожившему осьминога наглецу поскорее уходить. Кольца бывают синими и черными, и расположены они по всему телу, на туловище и щупальцах. Синекольчатый осьминог – небольшое животное, максимальный размер которого не превышает 10 см. И средней массой 80 г. Синекольчатые осьминоги охотятся на креветок, крабов, в том числе и крабов-отшельников. Также они предпочитают двухстворчатых моллюсков и мелкую рыбу. Особь набрасывается на свою жертву, используя щупальца, чтобы притянуть добычу к своему рту. Затем он пронзает экзоскелет ракообразных и впрыскивает в него парализирующий яд. Помимо тетродотоксина, яд осьминога содержит гистамин, таурин, октопамин, ацетилхолин и дофамин. После того, как жертву парализует, он использует свой клюв, чтобы отрывать куски добычи и съедать их. Свина особи содержит ферменты, которые помогают частично переваривать мясо. Мясо жертвы отравлено ядом осьминога, но он сам не восприимчив к этим токсинам, поэтому спокойно поедает свою жертву. При спаривании самец приближается к самке и начинает ласкать ее руками щупальцами, после чего накрывает щупальцами мантию самки. После этого самец выделяет пакетики с семенной жидкостью и при помощи щупальца плодотворяет ими самку. Она откладывает 100-150 яиц и все это время находится с ними, не питаясь. Они все время носят яйца в щупальцах, удерживая их присосками. И после того, как из них появляются маленькие осьминоги, умирают от истощения. Этот осьминог наводит ужас на всех, на детей, купающихся в море, на дайверов, на играющих на пляжи волейболистов, на биологов, которые пускаются в опасное приключение, чтобы исследовать этих головоногих и узнать больше о нейротоксинах, содержащихся в их яде. Если же кто-то продолжает тревожить осьминога, не реагируя на его яркие кольца, то он начинает кусаться. В слюных железах синякольчатого осьминога было обнаружено несколько веществ, действующих как нейротоксины. Одно из них, которому отводится роль основного нейротоксичного компонента – тетродотоксин. Тетродотоксин находится не только в слюных железах, но и расположен по всему телу осьминога. От укуса этого осьминога нет противоядия. Тетродотоксин метаболизируется и выводится из организма в течение нескольких часов. Но смерть наступает уже через несколько минут. Единственный способ защитить себя от укуса – не провоцировать и не трогать осьминога. Особенно если на его теле появились синие кольца, которые возникают только при агрессии или раздражении. А это уже явный признак того, что особь готова к нападению и укусу. Если же осьминог все же укусил, то в качестве первой помощи до приезда скорой необходимо надавить на место укуса и делать пострадавшему искусственное дыхание. Синекольчатый осьминог является уязвимым видом, под угрозой вымирания. Он попадает в число объектов охраны во многих странах мира и находится под контролем международных организаций по охране природы. Одной из главных причин сокращения численности синекольчатых осьминогов является промысловая добыча в масштабах промыслового лова и незаконная торговля. Они также страдают от разрушения мест обитания, загрязнения морской воды и изменения климата. Благодарю вас за замечательное путешествие в мир животных. Желаю, чтобы ваше сердце всегда было наполнено любовью к этим прекрасным существам. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok